Всем огромный привет! Это видео посвящено ежемесячной коробочке красоты. Разбирать мы будем февральскую, такую оформленную в восточном стиле, коробочку Allure Box номер 2. В феврале состав выдался, ну, очень вкусным, и некоторые продукты уже знакомы нашим подписчицам по предыдущим коробочкам. Остановимся на каждом из них поподробнее и начнем, наверное, с ухода. Первым в этом сегменте станет дневной крем-уход для преображения качества кожи, виши. В прошествии трех месяцев применения этого крема могу отметить, что моя кожа стала более ровной, более гладкой. Цвет ее становится более однородным и исчезает проблема сухости. Крем я наношу непосредственно перед нанесением декоративной косметики, и у меня не возникает с ним никаких проблем, в том числе при нанесении тонального крема, либо пудры. Сам крем находится в красивой стеклянной упаковке, и после того, как она у меня освобождается, я просто отдираю все этикетки, и дальше в этой баночке уже смешиваю свои самодельные маски. Мне очень нравится. Следующее средство это крем для кожи вокруг глаз от Aven из линейки Элюаш. Сам крем заявлен как антивозрастной, и хочу отметить, что у Aven особенно удаются антивозрастные линейки. Крем имеет приятный желтоватый оттенок за счет содержащегося в нем ретинола. Крем действует на все виды морщин, а также осветляет кожу вокруг глаз и делает ее более увлажненной. Он практически не имеет запаха и хорошо впитывается, так что буквально через 2 минуты после нанесения крема можно использовать декоративную косметику. Помимо крема в коробочке также находилась японская паровая маска для глаз без запаха. Это весьма интересное средство, нацеленное на расслабление. Принцип действия у нее очень простой. Сразу после вскрытия упаковки вы достаете вот такую маску. Здесь есть две петли, которые нужно надеть на уши. Делается это таким образом. Как только маска оказывается у вас на глазах, она начинает нагреваться до комфорта и температуры в 40 градусов. В это время вам достаточно просто расслабиться и получать удовольствие, которое будет длиться примерно 10 минут. Плюс этой маски в том, что она достаточно проста в применении и применять ее можно практически в любом месте. Дома, в самолете или, например, в перерыв на работе. За это время глаза действительно расслабляются и есть такое ощущение, что вы закончили только что спа-процедуру. Будьте осторожны, применять маску стоит только в том случае, если в области действия самой маски нет никаких ран, царапин или ссадин. В общем, это отличное средство справиться со стрессом и посидеть 10 минут в тишине. Ну что ж, следующее средство многие девушки назвали звездами этой коробочки. Я говорю о двух масках от марки Kiehl's. Первая маска для мгновенного сияния кожи дневная, а вторая ночная для защиты от агрессивных факторов окружающей среды. Я не буду сравнивать эти маски между собой, потому что они абсолютно разные как по принципу действия, так и по эффекту. Что касается ночной маски, то она имеет зеленоватый оттенок и травянистый аромат, благодаря экстракту петрушки и горького апельсина. Сама текстура маски больше напоминает крем-гель. Наносить его нужно достаточно плотным слоем перед сном на 5 минут и после этого промокнуть салфеткой. Я не могу сказать, что маска впитывается полностью, и перед сном я все-таки ощущаю некую липкость. Но вот результат с утра оправдывает все ожидания. Кожа становится более гладкой, более натянутой. Выравнивается цвет, и причем эффект заметен после первого применения. Использовать ее нужно не более трех раз в неделю, и эффект не заставит себя ждать. Что касается маски дневной, то она уже более питательная и обладает более плотной кремовой текстурой. У нее желтоватый оттенок, благодаря содержащимся в ней экстрактам куркумы и клюквы. Она не такая однородная, как ночная маска, в ее составе есть отшелушивающие компоненты в виде семян клюквы. Эту маску можно отнести к экспресс-средствам. Если вам нужно в очень короткий срок придать коже сияние и свежесть, эта маска подойдет на 100%. Наносить ее нужно на 5-10 минут до полного высыхания. У меня лично она высыхает за 5 минут, поэтому я пользуюсь дополнительной термальной водой. Если она и отшелушивает, то делает она это очень деликатно и абсолютно не похоже на скраб. Так что не бойтесь хорошенько помассировать кожу перед умыванием. Все-таки эти две маски произвели на меня очень хорошее впечатление, как и многие продукты марки Kiehl's. Они действительно качественные, действительно очень интересные и, главное, действенные. Еще одно уходовое средство из коробочки красоты, с которым мы с вами уже успели познакомиться, это спрей с волокнами льна для объема тонких волос от Cloran. Это средство интересно с точки зрения того, что оно не только ухаживает за волосами, то есть делает их более гладкими и послушными, при этом обладает функцией стайлинга, то есть приподнимает волосы у корней и оставляет объем надолго. У меня от природы тонкие прямые волосы, которым абсолютно чуждо понятие объема. Я уже заканчиваю полноразмерную версию этого спрея и могу сказать, что им абсолютно довольна. Он, конечно, не сделает объем, как, например, после пенки или мусса, но, тем не менее, в качестве ежедневного ухода это средство работает на ура и дает моим волосам необходимый объем. Само средство в тюбике больше похоже на гель, но при распылении на волосы оно превращается буквально в мелкие частицы воды, которые незаметно ложатся на корни волос. Мне нравится эффект, мне нравится запах и замены этому средству я пока не ищу. Ну и поддерживая тему объемной укладки, мы с вами остановимся на средстве от Vela Professional Spray Mousse для прикорневого объема. Мы с вами уже знакомились со средствами этой линейки, но от Spray Mousse у нас впервые в коробочке. У нее очень интересный дозатор с тоненьким носиком. При нажатии на кнопку выдавливается очень мягкая, очень деликатная пенка. У нее приятный, достаточно насыщенный аромат. Сама пенка волосы абсолютно не утяжеляет. Чаще всего я наношу ее еще на влажные волосы, дальше укладываю феном. Этот мусс мы тестировали вместе с моей подругой на моих коротких и на ее длинных волосах. И что могу сказать, он справился одинаково хорошо с объемной укладкой на коротких и на длинных волосах. Еще я частенько использую мусс для того, чтобы придать кончикам волос правильное направление. В общем, это хорошее мягкое средство для придания объема. Из декоративной косметики коробочка Allure Box номер 2 в этом году приготовила нам три оттенка помады Jolie Rouge. Это та же любимая всеми помада Jolie Rouge с ее ухаживающими свойствами и прекрасным ароматом, но содержащая в себе перламутровые частицы, которые придают губам еще больше блеска и объема. Мельчайшие перламутровые частицы в этой помаде придают губам такой деликатный и в то же время праздничный блеск. С наступлением весны эта помада будет особенно актуальна, потому что лучше всего эти частицы играют на активном солнечном дневном свете. Сама помада имеет полупрозрачное покрытие, а три оттенка в этой палитре помогут выбрать тот, который подойдет именно вам. Ну и завершат сегодняшний обзор коробочки два абсолютно разных по духу и состоянию аромата. С La Vie et Belle от Lancome мы с вами знакомились в одноименной лимитированной коробочке красоты. Могу сказать, что для меня это до сих пор вкуснейший аромат сладкой ваты, жареного попкорна, абсолютно сладкий, абсолютно праздничный, абсолютно поднимающий настроение. Следующая уже фруктово-цветочная туалетная вода это Mademoiselle Azaro. Я бы сказала, что этот аромат больше подойдет молодым девушкам. Он дневной, он летний, он вкусный и сочный. В нем очень активный персик, я бы сказала, что это аромат абсолютной жизненной радости. Вот таким выдался обзор на февральскую коробочку Allure Box номер 2. Оставляйте, пожалуйста, внизу свои комментарии, обязательно ставьте пальчики вверх и не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся в следующих видео, а я всех целую и всем пока!